Что произошло, что вы начали попрошайничать? Ладно, бля, все, я поел, тыры-пыры. Ну, раздевайся, хорошо, я раздевался. Заснуть я иногда по полночи не могу. Вот из-за этой боли. Давайте посчитаем, Валерий, сколько сегодня получилась ваша смена? Да, пожалуйста. Просто попал в такую ситуацию. Другого выхода я просто не нашел. Хуй не высадил. Да, что ли, я, который раздатил. Привет, ребята, ну что, я выхожу на встречу с Валерием и сегодня проведу с ним целый день. Покажу, как он живет, чем он питается, как он питается. Поэтому целый день буду сам как бомж. Валерий, доброе утро. Да. Как у вас дела? Спасибо, нормально. Ну, кухонь не подавайте, что хорошо, Валерий. Со скольки тут сидите? Где-то, наверное, около часа. Понятно. Что-нибудь накидали уже? Да, ну, ничего почти нету. Значит-то так, я родился в городе Ленинграде, тогда еще в Ленинграде. На улице профессора Попова, дом 4-6 напротив ботанического сада. Ну, квартира 1А, пожалуйста. Учился в 70-й школе первые три класса, так сказать. Ну, потом меня забрали, бабушка с дедушкой, в город, детское село, город Пушкин, скажем так. А что после, куда-то поступали потом? Я собирался, собирался поступать в техникум, тогда еще в советской торговле. Но я не прошел по конкурсу аттестатов. Завтракали? Нет, к сожалению, нет. Понятно. Может, тогда позавтракаем? Да, с удовольствием. Я бы хотел либо тот бургер, либо сосиску в тесте. Ну, бургер трудно достать, поэтому пойдем за сосиской. Какая тут самая крутая фирменная сосиска? Большая какая. Очень. Спасибо большое. Обзор сосиски, да, такой? Ну, почему обзор? Не обзор, это просто кинем кушать. Ну, да. А как вообще, во сколько сегодня встали? Что делали? Встал я рано. Да я практически всю ночь не спал на нас, скажем так. Ну, и вот пошел сюда. Ничего не ел совершенно. А сколько вообще раз в день так питаетесь? Ну, когда как, раз в раз и приходится. Ну, например, вчера, например, сколько раз? Ну, пару раз, наверное, получилось. Мне потом, я не могу сказать, что это самое, что я там в ресторанах питаюсь. Ну, понятно, да. Сосиска там есть, когда? Конечно. Ну, да. Не обманули. Не обманули. Как вообще день проходит? То есть, чем вы целый день практически занимаетесь? Вот, сижу. Ага. Порометр. Ага. Только в деньгах, да? Только в деньгах. Что будете делать, когда появится паспорт? Устроить на работу. Я говорю, у меня распространенная, довольно распространенная специальность. Я торгаш. То есть, да, пускай молоток. Гоняют вообще так? Ну, скажем так, я прячусь. Ну, не я, порошанчик. Ну, тут я, грубо говоря, нарушаю закон. У каждого какие-то свои места? Или кто первый пришел, то ты успел? Нет, у каждого свои места, скажем так. Я не профессиональный какой-то попрошайка, а так просто попал в такую ситуацию. Ну, другого выхода я просто не нашел. А есть ли у вас семья вообще? Я развелся. Это давно случилось? Давно. А какие причины, при чем развелись? Это жена развелась со мной, скажем так. Ну, честно говоря, честно говоря, вот честно говоря, виноват, конечно, я. Во-первых, я, ну, скажем так, привел любовницу, во-вторых, начал, да. Ну, короче, она занялась с детьми раньше на день приехала. Ну, исток двери. Я с детьми приехал на день раньше, ну, что ж. Приходи на разбор полетов в соседнюю комнату. Ну, я любовницу выпер, это самое. Мариночка, прости ты, пыль, ну, был неправ, вспылил. Ну, что ж. Все, говорит, я с тобой развожусь. Ну, так, а, на принципе, а, ну, шо ж. Сколько так примерно в день можно настрелять? Ну, сколько получается? Да, по-разному, все время, все время по-разному. Ну, самое, самое большое сколько было? 175 рублей. В день? Да. Блин, это же очень мало. Очень мало. Ну, что сделаешь? А так, кроме денег, что-нибудь дают еще бывает? Ну, бывает, конечно. Ну, не каждый день, но иногда случается вот тут женщина, даже две женщины, скажем так, подходит. А и он какую-то жату. Ну, это... Еще парень вру. Ну, он точно покупал, потому что он сюда в Макдонус берет. Ага. А как со здоровьем вообще? Ой, здоровье поганенькое. У меня был в шестом классе еще компрессионный перелом позвоночника, третьего поясничного у меня сломан. Заснуть я иногда по полночи не могу. Вот из-за этой боли. В общем, ребят, для того, чтобы влиться в тусовку бомжей, я с ними договорился, короче. Сразу скажу, что я им, типа, покупаю синьку, ну, и типа снимаю все происходящее, что они там, собственно, как они там живут, что и делают. Они сказали, мы будем пить вино. Я говорю, базара нет, с какой-то вино за 109 рублей, а не вот это вот, 109 рублей спелая вишня. Спасибо, Александр. Ага, пожалуйста. В общак. В общак, да. А что, у тебя есть кури? Давай-ка. Смальмор. Дай, на, на. Пару, пару тяга. Не, на, Димон со мной курит. Здрасте, ты моя сигарета последняя. Горядин со мной, мы с собой, мы с Димоном курим. Бля, она, это, белорусская, что ли? Наверное. Ну, она дешевая, вот, напротив. Ну, русская. А здесь сигарета, блядь. На, пожалуйста, пустая пачка, блядь. Да, на, ты, блядь. А, блядь. Я, блядь. Валера, а если будет голая баба, целый стол водки, целый стол жрачки и водки? Чего, жрачку и ровно? Куда жрачку выберешь? Конечно, однозначно. Ты ж хуже, на, она колотит. Конечно. А, ну, это он бабу на второй оставит. А у Каши Пронсуя, ты худой на связи. Я нихуя не ебался. Ебался, что, Джин, если ты накуришься, Надя, привет, прицел охуевает. Ему хуевало. Всем пацанам привет. Да пошли вы все. Только всем пацанам привет. Ну, так практически каждый день, да? Ну, так встречаетесь, то есть общаетесь. Да. Много друзей? Ну, есть, ну, да я бы не сказал, что очень много. Как с алкоголем, любите выпить? Я пиво только люблю. Светлое, жигулевское. Не потому, что оно там самое дешевое, просто я к нему, в мое время, ну, нет, ну, было, конечно, другое, но... Какие сигареты нравятся больше всего? Чем прежде всего лучше. А, ну... Ну, я вообще Петр курю, Петр первый, Петр черный. Ага. Вот. Честно говоря, главное, чтобы за рта дым пошел. Остальное себе пофигу. Ну, без, я извиняюсь, без жатвы, хоть как-то можно протянуть, а без курю, ну, никак. Вредная, но привычка. А что за сигареты? Не знаю. Нефть, как называется? Ну, как-то, да. Нефть. Интересно, первый раз такие вообще. Я первый раз такие вижу. Сколько стояли? Ну, что, толкова, 48 или 50? 48? Ничего себе, дешево. Ну, как, на престиж проходят сигареты? В общем, да, проходят. Спасибо вам огромное, ману, человек. Там упал, да, тут сейчас. Рубль вижу. Рубник, да. Спасибо. Это вот мой мешок, который украли, ну, как украли, пропал, скажем так. Вот он отсюда. Это моя лента, она там написана. Вот. Вон, мои контейнеры. Ну, называется контейнеры. Спасибо. Вот, блин, гадость, мыть его надо. Ну, ладно. А что вообще за Галина? Что она, ну, она всегда тоже, каждый день так? Нет, ну, вот, ну, каждый день, да. Что касается синяков, она говорит, ну, она, говорит, что она ходила за грибами там, упал, ну, ладно, это, как говорится, это ее версия. Она бездомная? То есть она как живет на улице? Про это не знаю вообще ничего. Вот это хозяйство, скажем так, все вот эту хрень, я извиняюсь, ну, на помойках собирает. Ира, у меня дома. Иди сюда. Блин. Давай закурить. Ира, у меня дома. Я человек, ну, в общем, наивный и добрый, ну, во всех отношениях. И мужики, главное, ко мне приставали, бля. Каков план? Да по нему, в этом же. Все, пошли, я на тебя накормлю. Хорошо. Ладно, бля, все, я поел, ты рыпыры. Вот. Ну, раздевайся, хорошо, я разделал. Ну, дружок, понятное дело, бля. Ну, падай, Василий, да, ради бог, пожалуйста, бля. Вот. Ну, все, давай. Давай. Иди ты, я женщину люблю. Ну, короче, свалю. Даже я врать не буду, не знаю. Ну, как говорится, кто к чему привыкнул. Ну, да, да. О вкусах не спорят. Ну, если что, я натурал, скажем так. Убит. А что за место, куда мы сейчас идем? Что там? Проспект Энгельса, да. Дом 132. А что там, вообще? Там кормежка для нас. Ну, кто нищий, кто бездомный. Там тыры-пыры. Ну, все такое. Там какие-то три блюда дают или что там? Прямо три блюда. Суп. А, просто суп, да? Семь часов суп, ну, 7.15. Ага. Ну, девятого суп, ну, второе. Ага. Ну, это все бесплатно, да? Конечно. Ну, чего ты там копаешься? Чего? 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 Очень, чтобы он сидит в гостинице. Светится имя твое. Я боюсь, что это я. Пришли, попушили, получили вещи, получили лекарства. И отсюда ушли, растворились, чтобы никто не сказал, что вы здесь варите какой-то беспредел. Да, если кто-то будет варить беспредел, все равно свалят на варку. Все, всем приятно. Заебись. Вас не будут закурить. Блин, не курю. Не курю. Умаришься. За хлеб возьму. И мне захвати две штуки. Что за сумочек дают сегодня? А чертежно, это у него щи, по-моему. Щи? Кислые виды, сладкие. Не кислые. Вкусные как? Более-менее есть можно. Валерий, хотели бы поменять свою жизнь? Конечно, хотел бы. Мне достаточно восстановить паспорт, так, устроиться на работу, там, ну, какое-то, пускай в какое-то время проработать, получить зарплату и вот честно-честно зарабатывать свои деньги. Чтобы честно, допустим, вот я курящий, еще покупать сигареты, там, еду, ну, не знаю. Все остальное. Спасибо. Вырежусь там. Спасибо большое. Давайте посчитаем, Валерий, сколько сегодня вот получилась ваша смена? Да, пожалуйста, пожалуйста. Сколько там? Получается 10, 20, 30, я не вижу, от пятерка, 40. Ну, где-то 150 рублей, ну, чуть поменьше. Ну, это как считается сегодня, мало или много? Средняя. Средняя? Да. С миру по низке ищем рубашку. Сколько вы еще тут будете? Ну, еще минут 10 пойду в парадную спать. Прям в парадной спать, да? Там у вас как-то настиг, ну, то есть... Да, ну, спрятано в определенном месте. Ага. Тогда спасибо, что были со мной сегодня. Спасибо, что я был с вами. Вот, это от меня. Ой, спасибо вам огромное. От меня, да. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Всего хорошего. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Ну, что, ребят, вот такой вот получился выпуск. Посмотрев на то, как люди выживают, на самом деле выживают, это очень страшно. Это просто страх какой-то. Все полубольные какие-то, все вот... Все, как сказал Валерий, у всех была квартира, да, и все ее пропили. Тяжело, конечно, смотреть на все на это, вот... Может быть, когда мимо проходишь, когда ты идешь в метро, там, или по каким-то делам, видишь этих людей, ну, и типа, пофиг как-то, типа, бомж и бомж, там, да. Но когда ты целый день с ними проводишь, ты понимаешь, что хорошо, что ты не бомж, реально. Честно сказать, вот Валерий, он сказал, что у него нету паспорта, и что вот как только он восстановит паспорт, сразу все изменится. Я не верю сейчас. Мне кажется, что... Не в паспорте дело, а в подходе к своей жизни. Если вы хотите, чтобы я помог Валерию, восстановил паспорт, там, сходил с ним куда надо, сделал какие-то, какие-то там справки или документы получил, жмите лайк, и я помогу Валерию. Только если вы хотите. Потому что, если честно, я в это не особо верю, что вот если у него будет паспорт, он, как сказал, сразу устроится на работу и туда-сюда. Если я буду неправ, я скажу, ребят, я был неправ, и Валерий изменился, и он стал нормальным человеком. Все, спасибо, что смотрели. Пока. Я двух куртках. Что, заберете пакет с собой, да? Ну, конечно, заберу дома, вымучиваю. Ну, да. Ну, вон грязный там. Не знаю, что там в нем. Вы хранили. Угу.